Экологический урок для участников научного школьного общества «Первые открытия школы-поселка Красное» провели сотрудники нефтедобывающего предприятия «Башнефт-Полюс», входящего в структуру компании «Роснефть». Они продемонстрировали презентацию и химический эксперимент с помощью оборудования, приобретенного специально для проведения уроков и научных исследований. Вот сейчас там у нас происходит реакция, нитратовый переход в нитриты. Третьеклассница Полина Фефилова чётко следует указаниям менеджера по контролю качества «Башнефт-Полюс» Розы Поповой. Благодаря учебному набору определения в воде микроэлементов делать химический анализ несложно. На это и рассчитана портативная химлаборатория, подаренная нефтяниками. Доступность, мобильность и точность. А ещё мощный микроскоп и ноутбуки. Всё, что необходимо для развития научного общества в сфере биологии и химии. Это мобильная химическая лаборатория на 14 показателей, комплекс для определения нефтепродуктов, очень мощный микроскоп. Дети получат возможность выезжать, делать непосредственно на местах необходимые анализы и в дальнейшем их использовать для своей научной деятельности. О важности проведения исследований и мониторинга окружающей среды Елена Матвеева рассказала в своей презентации. И о том, какую огромную работу в этом направлении ведёт ООО «Башнефт-Полюс» на место рождения Трепса и Титова. Оказалось, предприятия и школьное научное общество решают похожие задачи. Многие из ребят уже проводили исследования растительности, атмосферного воздуха и водоёмов в округе. Мы занимаемся исследованием воды, показателей, нитраты, нефтепродукты. Мы занимаемся изучением сукцессий растительности. Мы можем брать анализы почвы тоже на нефтепродукты. Непосредственно мы планируем заниматься микробиологическими исследованиями. За семь лет существования общества его участники не раз становились победителями межрегиональных, всероссийских и международных конференций. Представляли наш округ в Норвегии и Италии. Сегодня в нём занимается более 30 учащихся. Так девятиклассница Саша Эрбаева уже третий год изучает водоёмы в Ниньцком заповеднике и окрестностях посёлка. Мы в прошлом году тоже ездили на костяной нос с учителем из искательской школы. У неё уже была такая лаборатория, и мы уже работали. Да, очень интересно. Там в инструкции всё подробно, ясно, чётко написано. Поэтому никаких сложностей не возникло. Сейчас ребята начали готовить доклады к будущим конференциям. Повысить их уровень поможет и новое оборудование, и новые ноутбуки. Кроме того, подарок от нефтяников даст возможность улучшить качество проведения уроков химии и биологии в школе. Не исключено, что среди этих ребят окажутся будущие научные светила.